Следующее это свобода слова за предцензуры демонополизации СМИ. Как вы знаете, у нас свободы слова нет. Все контролируется властью, кто-то что-то такое не то сказал, его арестовали, оштрафовали или посадили в тюрьму. У нас фактически цензура существует. Полная цензура, газеты, журналы не откроешь, не зарегистрируешь. Что-то не понравится, они сразу ликвидируют, находят повод, подают в суд, иски, акиматы или какие-нибудь подставные люди власти. Поэтому мы должны все эти такие возможности со стороны власти устранить. И должна быть полная свобода. Почему полная свобода? Потому что журналисты завтра гоняться будут за коррупционерами, они будут их разоблачать. И никто им не будет закрывать рот. И таким образом мы будем очищаться от коррупции. Поэтому это необходимое условие того, что существует нормально в демократическом обществе. Теперь о демонополизации СМИ. Все средства массовой информации так или иначе принадлежат Назарбаеву или его окружению. Мы должны вообще ликвидировать государственные средства массовой информации. В ведущих странах мира их практически нет. Все является частным, они между собой конкурируют, общество открытое. Телевидение мы тоже должны вообще все сделать частным. Не нужно государству никакого телевидения. Зачем оно? Чтобы был транслятор вранья, если власть все делает правильно. Сама пресса заинтересована это освещать и показывать с разных сторон. Мы должны добиться, чтобы средства массовой информации, телевидение и так далее не принадлежали государству, не принадлежали отдельным лицам, чтобы не было монополии, чтобы не было формирования единого, единственного мнения. И это приводит к тому, что эти СМИ нынешние работают только Назарбаева и такой вот царь, бог и все, что в одном лице. Мы должны уйти от этого. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...